Вы говорили, что у воды есть память. Возможно ли привнести эту память в нашу жизнь? Существуют ли научно-духовные или какие-то другие доказательства этого? Я спрашиваю об этом, потому что я химик. Вы не против, если я спущусь вниз? Сегодня, в наши дни, особенно в последние четыре с половиной года, было проведено огромное количество исследований, связанных с водой и ее потенциалом. Это началось случайно, поскольку в мире уменьшается количество пресной воды на человека. Например, в Индии, сейчас на одного индийца приходится только 20% от того количества питьевой воды, которое было доступно в 1947 году. Говорят, что к 2025 году у нас будет только 7% от того количества воды, что было в 1947 году на душе населения. Не больше. Из-за этого появилось множество исследований, связанных с водой. Все началось с этого, но постепенно они начали продвигаться все глубже и глубже, и обнаружили, о чем вы, как химик, вероятно, очень хорошо знаете, что без изменения химического состава воды можно поменять молекулярную структуру таким образом, что вода будет вести себя совершенно иначе, чем прежде. Она настолько чувствительна, что если я возьму стакан в руки, посмотрю на него определенным образом и дам его вам, к вам придет благополучие. Если же я посмотрю на него по-другому и дам вам, сегодня ночью вы заболеете. Это больше не суеверие. Это наука. Однажды, примерно 17 лет назад, я объявил о 90-дневной программе. Целых 90 дней. Что это была за программа? Самый фундаментальный аспект йоги — это бутташудди. Бутташудди, вы знаете, что значит бутта? Панчабутта — это пять элементов природы. Земля, вода, огонь, воздух и пространство. Это пять элементов природы. Эти пять элементов... Эти пять элементов составляют основу этого тела, этой планеты и всей Вселенной, не так ли? Все мироздание, в некотором смысле, это лишь игра этих пяти элементов. Так что бутташудди — это очищение этих пяти элементов внутри системы. То, как эти пять элементов ведут себя внутри меня, будет определять качество того, кем я являюсь. Основываясь на этом, фундаментальная форма йоги — это только бутташудди. Все остальное происходит из этого. Что-то, что передается разными людьми по частям, без понимания целостности всего этого. Однако, по сути, это управление этими пятью элементами. Если вы практикуете бутташудди в течение некоторого времени, то достигаете того, что называется буттасидди. То есть вы получаете полный контроль над пятью элементами. До такой степени, что существует много случаев, когда в момент смерти или в момент отделения от тела йогин заходил в комнату, люди закрывали его снаружи. Через несколько дней они открывали комнату, и его там не было. Потому что он дематериализовался. Он не хотел беспокоить вас похоронами. Не хотел, чтобы кто-то нес его к могиле. Он просто дематериализовал свою систему. 17 лет назад впервые я объявил об этой 90-дневной программе. Требуется именно 90 дней, потому что в промежуток от 40 до 48 дней система проходит через определенный цикл на уровне элементов. Это называется мандала. Каждые 40-48 дней система проходит определенный цикл. Вот почему аюрведический доктор или Сидавадья всегда выписывает лекарства на 40 или 48 дней, чтобы использовать этот естественный цикл в теле. Так что я сказал, как минимум две мандалы. Три было бы лучше, но если бы я сказал три, это могло бы вызвать определенные последствия. Я сказал, если хотите делать садхану, хотя бы две мандалы. Вы можете получить контроль над своей системой. Те, кто хочет, приходите. И я покинул город. Потому что я знал, что вокруг этого развернется целая драма. Допустим, в семье муж хочет уйти на 90 дней. Жена же станцует каток на его костях. Если жена хочет уйти на 90 дней, муж будет вести себя дома, как Раджи Никанта. Гневный мужчина, расхаживающий туда-сюда, как герой. Много разных сцен. Так что я не хотел присутствовать при всем этом. Я сказал, те, кто хочет приходить, приходите. Это ваш выбор. После этого я вернулся к одной семье, которую хорошо знал. И вы знаете, в Индии это часть гостеприимства. Когда кто-то приходит в дом, первое, что вы предлагаете, это вода. И вот женщина из этого дома выносит мне воду. И вдруг превращается в настоящую калию. Это уже не просто каток. Настоящая калия. Я посмотрел на нее. Это милая дама. Но сегодня она в обличии калии. Я посмотрел на нее. Она предложила мне воду. Я сказал, ама, такая вода мне не нужна. Мне не стоит ее пить. Сейчас вы словно калии. Мне не нужен просад от калии. Она ответила, я что, по-вашему, отравила воду? Я сказал, нет, вам не нужно отравлять ее. Она уже отравлена. Затем я сказал, отпейте воды из этого стакана. Она выбила глоток. Затем я сказал, теперь дайте стакан мне. Я подержал стакан в руках пару минут и отдал обратно. Теперь снова отпейте из него. Она сделала глоток и начала плакать. Со словами, вода сладкая, я сказал, вот в чем вся разница. Сейчас ваше тело больше, чем на 70% состоит из воды. Если вода в этой системе будет сладкой, не станете ли вы, по крайней мере, на 70% сладкими? Если еще и воздух с землей станут сладкими внутри вас, разве вы не станете на 90% сладкими? Ну а пространство никогда никому не мешает. Не так ли? Так что суть йогической науки в бута-шудди — управлении пятью элементами внутри системы. Как только вы обрели контроль над элементами внутри своей системы, вы также можете влиять и на элементы вокруг вас. По сути, вся деятельность вашей жизни, вся ваша работа в мире, по своей сути, всегда связана лишь с элементами. Не так ли? Итак, если вы в некоторой степени овладели ими все, что вы хотите, вам даже не нужно думать об этом. Вам не нужно создавать мысль еще до появления вашего намерения. Вот как жизнь будет работать на вас. Так что успех — это не что-то сложное. Если вы разовьете это до высокого уровня, если вы разовьете это до высочайшего возможного уровня, которого только можно достичь, тогда это будет легкий спуск. Как легче — бежать в гору или вниз с горы? Конечно, с горы. Не так ли? Итак, есть ли какие-то научные свидетельства? Сегодня существует неоспоримое научное доказательство того, как молекулярная структура воды может быть перестроена без изменений химической структуры, даже просто с помощью мысли или прикосновения. Проблема в том, что это вам говорили ваши бабушки, да? Разве ваши бабушки не говорили, что не следует пить воду с чужих рук, не нужно брать пищу от кого-то там, что можно это делать только если они к вам хорошо настроены? Вам это говорили? Но когда ваша бабушка говорила вам, проблема в том, что все, что приходит с Востока, — это суеверие, а если это приходит с Запада, — это наука. Вот как обстоит дело. Это нужно изменить. В этом ответственность вашего поколения. Изменить ситуацию, что даже если это приходит с Востока, если это наука, — это по-прежнему наука. Субтитры создавал DimaTorzok